Село Метрополье в Бондарском районе теперь стало новым пристанищем для семьи Мешковых и всего их многочисленного хозяйства. Ольга, как истинная сельская жительница, водит кур, уток, поросят. Есть коровы и козы. В тот злополучный день, 10 августа, животные были на выгуле. Несчастье произошло в середине дня. Дом и всё, что было в нём, сгорело полностью. Однако животных огонь не тронул. Так что возможность получать собственное мясо и молоко у семьи осталась. И ещё документы. Больше ничего. Для Ольги и четверых несовершеннолетних детей жизнь началась с чистого листа в новом доме. Его помогли приобрести сотрудники Центра социальных услуг для населения Бондарского района. Всё поклеили, иконочки повесила, диван новый купила, кресло. Всё, шторчик новый купила, повесила. Шкаф, конечно, старый, но нет пока средств. А так, ну, на первый случай, не без крыши сидеть-то. Здесь есть всё необходимое на первое время. Три комнаты, ванная, кухня. Правда, подходить к плите всё ещё страшно. Воспоминания о пожаре свежи. В тот день Ольга Мешкова, как обычно, сварила кашу и собралась готовить любимое мясо детей. Ну, поставила. И прям на две минуты зашла. Вот, вам-то городским, наверное, не понять, я тут. Ну, пристройка, галёрка. Вот. Открывая дверь, всё полыхает. Мы с Никиткой тушить. А чё тушить-то? Там четыре баллона ещё. Пустых. Мы эту вот ножки обожгла себе и тут, и тут, и ручку. Сюда, на место событий, в село Горки, Ольга приезжает часто и, как всегда, со слезами. Новый холодильник. Только что купленная стиральная машина. Недавно постеленный линолеум. Всё здесь, под завалами. Тяжело. Очень тяжело. Социальные координаторы выехали на место пожара тут же, составили индивидуальный план помощи и оказали серьёзную поддержку погорельцам. Оформили социальный контракт, направленный на преодоление трудной жизненной ситуации. А именно, покупку мебели, одежды, обуви, товаров первой необходимости. Выплата в размере 11 тысяч будет осуществляться ежемесячно. Средства на новое жильё использовали как из материнского капитала, так и федерального и областного бюджетов. Порядка 100 тысяч из последнего. Кроме того, 40 тысяч от Центра социальных услуг на ликвидацию последствий пожара. И всё же, отмечает Ольга, самое главное, что живы. Да и социальные координаторы постоянно держат руку на пульсе, продолжают помогать пострадавшим. Например, из специального банка вещей семье передали канцелярские товары, да и просто в гости узнать, как дела сотрудники Центра приезжают с подарками для детей. Социальные кураторы, они узнают все потребности каждого человека, в чём они нуждаются – медицинская, юридическая, социальная и материальную помощь. В дальнейшем они составляют на каждого человека персональный план действия, по которому в дальнейшем происходит эта работа. Оксана Карева также пришла в Центр социальных услуг за помощью. Менее масштабно, но не менее печально. У Оксаны, многодетной матери, сгорел сарай и вся сельскохозяйственная техника в нём. Огонь перекинулся на строение от соседского костра. У женщины шестеро детей, четверо несовершеннолетних. И один из них имеет группу инвалидности. Эту семью социальные координаторы поддержали не меньше. Общими силами восстановили сарай. Кроме того, как многодетным и малоимущим, помогли с приобретением товаров первой необходимости. Оформили проездной билет для старшей дочери-студентки. У меня двое детей учатся на втором курсе. Но сын, так как ему 18 лет, а Зоеньке только 16. Вот это для неё проездной. Она будет у меня не только по городу Тамбову ездить бесплатно, но и приезжать домой, и также уезжать на учёбу. С каждой семьёй провели разъяснительные беседы по пожарной безопасности совместно с органами полиции и МЧС. Ну а благодаря оперативной помощи социальных координаторов жизнь, хоть и нелегко, но будет входить в прежнее русло. Яна Ильина, Евгений Михеев, Александр Щеднов. Область новостей.